Дельфин Всегда голоса ребят, всегда будет наполнена звуками радости, потому что бассейн должен жить в первую очередь теми, кто занимается. Я больше чем уверена, что гимн еще не раз будет здесь играть в честь ваших побед, в честь ваших результатов. На строительство бассейна «Дельфин» потрачено 80 миллионов рублей из федеральной программы развития физической культуры и спорта и социального проекта партии «Единая Россия» строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Прекрасно, что есть ведущая партия нашего общества, которая понимает необходимость развития физкультуры и спорта в стране, более того, не просто понимает, а делает для этого совершенно конкретные дела. На открытии плавательного сезона выступили юные спортсмены из Омской специализированной спортивной школы по плаванию. Под руководством олимпийского чемпиона Юрия Мухина они продемонстрировали саргачанам класс спортивного мастерства. Я вообще придерживаюсь такого принципа, что в каждом районе был бассейн, потому что плавание – это необходимый навык. Я не могу его сравнить ни с каким бассейном, даже в городе Омске. Это просто современный новый спортивный плавательный бассейн. Бассейн «Дельфина» оснащен дорогостоящим современным импортным водоочистным оборудованием. Вода обрабатывается ультрафиолетом и хлора в ней содержится в 10 раз меньше, чем в бассейнах со старой системой очистки. Бассейн очень хороший, плывется легко, дорожки приятные. Думаю, что детям очень понравится и они захотят тренироваться и продолжать свое плавание здесь. Таких точно в Омской области нет. И многие другие территории России могут позавидовать. Больше чем уверена, что с таким энтузиазмом здесь все воспринято, что мы будем, конечно, регистрировать здесь не только рекорды бассейна, но и рекорды страны, и рекорды Европы, и мира. На последнем этаже здания бассейна предусмотрен спортивный зал с силовыми тренажерами. Там жители Саргатки могут заниматься тяжелой атлетикой и борьбой. Уже сейчас спорткомплекс посещают более 500 человек. Это не последний спортивный объект, открытый в Омской области в 2011 году. Готовится к открытию Центр спортивной гимнастики. В будущем году начнется строительство хоккейных кортов в Тевризе и Большеречии, ледовой арены в Калачинске и Центра олимпийской подготовки с крытым велотреком в Омске. Субтитры создавал DimaTorzok